Всем большой привет! Вы на канале Дача с Виталием Декабревым. И сегодня я займусь малиной. Покажу, что я с ней делаю в середине августа. Присоединяйтесь. Итак, середина августа, а это значит, нужно заняться малиной. Мне вот эта малина, которая растет около забора, досталась от прежних хозяев участка. Поэтому не знаю, какой был уход, но точно знаю, что посадки относительно молодые. Думаю, где-то на этом месте малина растет всего 3 года. А вообще, на одном месте малину рекомендуют выращивать 8-10 лет. Так что время у меня есть. В следующем сезоне буду активно заниматься малиной. Буду хорошо кормить, обрабатывать от болезней и вредителей. Но что мне нужно сделать с малиной именно сейчас? Вырезать старые ветки и хорошенечко подкормить. Вот здесь, около забора, малина растет у меня в 2 ряда. И та, что ближе к забору, развивается очень плохо. Ну, это понятно. Солнца ей не хватает. Поэтому всю малину, которая ближе к забору, я сегодня вырежу. И мне одного ряда летней малины вполне хватит. Здесь где-то 6-7 кустов. Я еще досажу малину Таруса. Это малиновое дерево. Очень мне нравится этот сорт. Она бесшипая. Кусты мощные и прямо стоячие. И несколько ремонтантных сортов я, конечно, обязательно посажу. Сейчас думаю, какие лучше сорта ремонтантной малины посадить. Обязательно с вами поделюсь. Я рекомендую не тянуть время и сразу вырезать отплодоносившие побеги. Ведь на них могут быть и вредители, и болезни. Света молодым побегам не хватает. Ну и, конечно, они оттягивают на себя массу питательных веществ. Поэтому не тянем, вырезаем малину прямо сейчас. Старайтесь вырезать отплодоносившие побеги на уровне земли. И сразу же вырезаем вот такую тонкую поросль. Толку на будущий сезон от нее никакого. Только оттягивает на себя питание. А еще лучше вот такую молодую поросль тонкую подрубать лопатой прям поглубже. Так наверняка она уже не вырастет. Вот как раз вдоль забора, где тенек, малина очень плохо растет. От нее избавляюсь. И застелю все это пространство черным нетканым материалом. Чтобы ни сорняки, ни малина не росли. Друзья, я придумал, что я посажу вместо вот этой малины, которая растет около забора, и посажу прямо к забору клематис. Потому что он-то как раз любит, чтобы корневая система была в тени. А вот макушки на солнце. Отплодоносившие побеги лучше всего, конечно, сжигать. Поскольку там могут быть болезни и вредители. И вот посмотрите, вот эти листочки, поврежденные на молодых побегах, тоже убираем. Вот они. После того, как побеги старые вырезаны, малину нужно хорошенечко полить. На один куст нужно минимум 10 литров воды. Но перед этим почву желательно прорыхлить, чтобы вода лучше впитывалась. Забыл совсем сказать, что на одном корне нужно оставить 8-10 побегов. Вот какие-то кусты у меня хорошо наросли. Ну, а на каких-то всего лишь 5 побегов. Но ничего, буду над этим работать в следующем сезоне. Кстати, посмотрите видео, где я готовлю очень вкусный десерт из малины, лаваша и творога. Ссылка сейчас видите на своих экранах. После того, как малину обрезали, хорошенечко полили, ее нужно обязательно подкормить. И сейчас, в середине августа, в это время лучше всего использовать комплексные натуральные удобрения с преобладанием фосфора и калия, чтобы азота было, ну, просто минимум для того, чтобы поддерживать процессы. Я буду использовать жидкое, натуральное, концентрированное удобрение на основе растительных экстрактов глубокой ферментации. Здесь все элементы, и макро- и микроэлементы, которых здесь очень много, находятся в легко доступной форме для растений. Здесь также присутствуют и фулевые кислоты, и гуминовые, что улучшает структуру почвы, она становится более плодородной. А также здесь есть витамины и аминокислоты, а это как раз повышает иммунитет растений, то есть они становятся стрессоустойчивы. И еще раз повторю, что такое удобрение с преобладанием фосфора и калия улучшает вызреваемость побегов, то есть они лучше подготовятся к зиме. Я использую эликсир номер один осенний, да, как это ни печально, в середине августа уже у нас с вами, дорогие друзья, флаконы с желтыми тонами. Что поделаешь, лето у нас не только непредсказуемое, но еще и скоротечное. 50 миллилитров этого удобрения нужно на 10-литровую лейку, и половина лейки у меня уйдет на один куст. Через 2 недели сделаю еще одну подкормку этим же самым удобрением, но уже по листу и дозу сокращу в 5 раз. Ну и где-то в середине сентября сделаю такую же подкормку корневую. На сегодня у меня все. Вместе с вами работал Виталий Декобрев. Если видео понравилось, пожалуйста, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. В YouTube, если еще не подписаны, ну и, конечно, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать самые интересные видео. Желаю здоровья вам и вашим растениям. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok